Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас четверг, 5 декабря. Давайте посмотрим с вами на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта, в принципе, как и британский фунт, в первую половину дня испытывали проблемы с ростом. Все это было связано со слабыми данными по производственной активности в странах еврозоны, в Великобритании, со слабыми данными по сектору услуг и, соответственно, производственной активности в композитном индексе. И все это оказало давление на рисковые активы, но затем акцент, конечно, сместился на данные DP по числу занятых. В США показатель оказался ниже прогнозов экономистов, что очень быстро оказало давление на американский доллар и слабые отчеты от АСМ по индексу деловой активности в секторе услуг. Там показатель с 56 в октябре обвалился до 52. Да, активность пока демонстрирует рост, но рост более медленный, чем ранее. Все это навредило американскому доллару. Ну и, конечно же, акцент у нас был смещен на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Паула. Он отметил, что в целом ситуация на рынке труда стабилизировалась, но пока очень рано говорить о паузе в цикле снижения процентных ставок. Хоть он и никак не прокомментировал декабрьское заседание, но ясно дал понять, что, очевидно, на нем ставки будут снижены, как и прогнозируется. А затем уже в январе будет взята пауза, на что рынки, видим, отреагировали соответствующим образом, что еще больше ослабило позиции американского доллара. Вчера у нас и президент Европейского социального банка Кристин Лагард, она заявила, что ставки в еврозоне будут дальше снижаться, но темпы и, собственно, количество снижений в ближайшее время будут определять статистика, будут определять данные. Так что о более серьезном сокращении ставки сразу на полпроцента, хоть разговор и ведется, но пока подтверждение, эти слухи со стороны Европейского социального банка и представителей нет. Что касается сегодняшнего дня, давайте с вами сразу посмотрим экономический календарь. Входим у нас ряд отчетов по изменению объема заказов промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции, ПМИ строительного сектора Великобритании. Скорее всего, акцент будет смещен на изменение объема рочной торговли в еврозоне, но эти данные за октябрь прогнозируются сокращение, поэтому вряд ли серьезным образом рынок на это как-то отреагирует. Скорее всего, будет у нас акцент на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Там ожидается 215 тысяч, по сравнению с прошлой неделей 213, ну и сальдо баланса внешней торговли вряд ли как-то сильно изменит расстановку сил в рынке, поэтому скорее всего сегодня будет такой день более-менее спокойный перед завтрашней статистикой по числу занятых вне сельскохозяйственном секторе, но об этом подробнее мы поговорим уже завтра. Что касается технической картины, часовой график евро-доллара, видим, что шансы на рост есть, находимся мы в верхней половине середины бокового канала, поэтому активная защита 0,5-0,7 с формированием здесь ложного пробоя, хорошая точка входа на покупку, ну и идем мы на 0,5-43, прорыв с обратным тестом открывает нам дорогу на 0,5-82 и 0,6-16, где посмотрю продажи на отскок с движением в 25-30 пунктов. В короткие позиции на росте 0,5-43 на ложном пробое и на ложном пробое 0,5-82. Очевидно, что первой целью медведей будет середина бокового канала 0,5-0,7, прорыв с обратным тестом, все это приведет евро на 0,7-0,4-74 и откроет нам дорогу на 0,4-30, где буду уже покупать на отскок с движением в 25-30 пунктов. Длинные позиции от 0,4-74, как и от 0,5-0,7 при формировании ложного пробоя. Что касается британского фунта, видим, что тяжело, но крапкаемся мы вверх, сопротивление 27-18 сегодня преграда на пути у покупателя, поэтому прорыв с обратным тестом, все это повод для наращивания длинных позиций в расчете на 27-42 и на обновление максимум прошлой недели в районе 27-70. Здесь посмотрю продажи на отскок с движением в 25-30 пунктов. Короткие позиции 27-18, 27-42 на ложном пробое. Целью медведей будет 26-88, где я ожидаю первого проявления покупателей. Прорыв с обратным тестом свалит фунт на 26-60, 26-31. Отсюда где-то посмотрю покупки на отскок с движением в 25-30 пунктов, но длинные позиции 26-60. Я 26-88 буду открывать только при формировании наложного пробоя. Всем удачи! Продолжение следует...